домашнее задание люди продолжают делать были какие-то проблемы здесь присущих с домашними заданиями не было да ну и хорошо вот значит я там одно домашнее задание придумал потом сам начал его делать на на 200 строчке понял что что нет не буду давать вот может потом еще дам просто нам без максов и и и на 200 вот без максов просто тяжеловато такие вещи делать это уже у нас будет занятие может быть через одно про многофайловую сборку про всякие значит макрос и все остальное и тогда мы уже будем лучше быстрее писать такие штуки вот значит ну чё поехали это архитектура эта архитектура вот все видно значит у нас сегодня разговор мы заканчиваем разговор про конвенция точнее сказать я попытаюсь закончить разговором про конвенции потому что это уже будут ну помните да давайте мы кратко содержание как к содержанию предыдущих серий это не то это у нас это у нас тоже мы сейчас найдем значит вот кратко содержание предыдущих серий состоит в том что мы начали сговаривать ну то есть основная тема была разговор простых до что в мисси он не аппаратный что это вообще такая конвенция что стек пойнтер такой же регистр как все остальные просто мы так договорились его использовать вот что хранение происходит в памяти ну и и единственное что можно отнести на насчет аппаратных это тоже такая конвенция конвенция по архитектуре что стек располагается с определенного адреса всегда у приложения всегда видит в одном и том же месте на это можно рассчитывать довольно удобная штука вот и вот разговаривая простых и разговаривая про то как оформлять под программы которые могут быть например рекурсивные и это значит что они передаваемые параметры а а главный адрес возврата должны сохранять на этом самом стеки и вот мы пришли к выводу о том что конвенция относительно вызова под программ это уже довольно сложная вещь то есть там где-то тут было был пример вот он из 11 пункт так это тут немножко ошибочка сейчас мы подредактируем прав был кто-то кто говорил что надо вычитывать эти штуки ну вот так примерно за счет ну так вот из 11 пунктов у нас была конвенция которая предписывала во первых как где сохраняется где сохраняются как передавать параметры когда их мало во вторых как вызвать как вызвать под программу с помощью какой инструкции машины в третьих налагались запреты на используя на модифицирование модификацию содержимое стека значит мне в прошлый раз напомнили что когда я говорю стек ну короче стек растет как известно вниз поэтому я говорю запрет на модификацию содержимого стека выше указателя имеется в виду все предыдущие уже занятые стеком значения вот мы наверное стоило бы ввести какую-нибудь терминологию без вот этой метафоры вверх и низа вот ну скажем глубже и мельче не знаю ну короче говоря запрещается модифицировать содержимое стека уже существующие да то есть в этой конвенции запрещается модифицировать то что мы уже положили на стек вот предписывает мне разрешает хранить на стеке в другую сторону еще более так сказать в сторону увеличения хранить на стеке какие-то значения вот но требует чтобы при возврате из под программы у нас стекпоинтер оказывал оказался таким же каким он был когда мы получили управление то же самое относится к регистром типа с которые маркированы в нашей конвенции буквы с от слова статик или сейв не знаю как правильно вот и кажется все прежде чем мы продолжим разговор про про конвенции и про то что еще может захотеться нам астеки астеках знать астеки давайте немножко перескочим ой не сюда немножко перескочим и поговорим о такой штуке который называется математический сапроцесс а знаете что наверное можно сделать вот так о или так будет темно нормально хорошо нет я имею ввиду темно для записи у нас тут да значит тут история вот какая мы до сих пор изучали команды собственно основного процессора мифс того самого который занимается арифметикой адресными операциями всем остальным в действительности в терминологии мифс в архитектуру компьютера входит еще один сапроцессор который занимается математикой и еще один как ни странно сапроцессор который управляет работой машины вот это последнее довольно странно себе представлять мы привыкли считать что мы привыкли считать что у нас ну процессор может работать двух режимах там в режиме супервизора и в режиме юзера да юзер мод супервизор мод так у меня опять заплясало вот с точки зрения идеологии в процессоре мифс это считается отдельным сапроцессором вот эта управляющая структура которая собственно отвечает за связь с внешними устройствами которые отвечают за обработку исключительных ситуаций так далее она как бы совершенно отдельная не имеет отношения к тем регистром с которым мы имеем дело и к потоку вычисления как таковому но умеет управлять всем этим безобразием поэтому она называется отдельным сапроцессором фактически то что у нас более или менее делает режим супервизора в таком классическом современном процессоре в мифсе делать вот этот самый сапроцессор вот но не только это он делает в принципе любые вещи которые не связаны непосредственно с вычислением и выполнением команды мы об этом поговорим буквально в следующий раз вот а пока что вернемся к процессору номер один который собственно занимается вычислением модельных чисел с плавающей тачки значит почему модельных потому что как мы знаем еще из лекции по питону никаких вещественных чисел в компьютерах не существует ну поскольку вещественное число это предел бесконечной последовательности вот наверное можно изобрести эвм которые умеют работать непосредственно с пределами бесконечных последовательностей но что-то я в этом сомневаюсь да да она должна быть по определению аналоговой такая вычислительная машина чтобы значит у этой последовательности имелся предел соответственно все что все чем мы имеем дело в компьютерах по большей части это так или иначе все вещественные числа с которыми и дел так или иначе смоделированы везде вещественные числа то есть некоторые сущности которые слегка напоминают вещественные числа по свойствам. Одно время даже модно было разделять числа с плавающей точкой и числа с фиксированной точкой, в которой фиксировалось количество знаков до, запятую и после запятую. То есть фактически это были просто рациональные числа определенного, подмножко рациональных чисел. Для представления чисел в формате с плавающей точки существует целый стандарт. Он называется ИЕ-754. Всем, кому интересно, советую прочитать вот эту статью. Она большая, но правда интересная. Там прям все очень аккуратно прописано про то, как это выглядит. Для того, если вам все это лень читать или, скажем так, не очень интересно, в принципе, вы можете немножко полениться и запустить Марс, в котором есть отдельный инструмент, конвертер числа одинарной точности плавающего в двоичное представление и обратно. Примерно так это выглядит. Только не так, а вот сейчас. Вот. Представление это, на первый взгляд, кажется достаточно логичным. У нас есть знак, чего? Самого числа отдельный. Да? Да. Знак самого числа отдельный. Порядок. Не верьте слову экспонента. Плохой перевод. Это порядок. И мантиса. И то, и другое, естественно, в двоичном виде. Ну, понятно, да, в памяти у нас все в двоичном виде. Вот. И фактически очень простое правило, как получать наше число из вот этой записи. Единица на 2 в шестой. Вот. Тут начинаются разные хитрые подробности, о которых я, наверное, сейчас рассказывать долго не буду. Скажу только, что в силу того, что вещественные числа часто используются для вычислений с некоторой точностью, и стало быть, в этих вычислениях довольно часто используются малые вещественные числа, да? Существует два вида представления вещественного числа в одном и том же формате ИЕ-754. Если число достаточно большое, оно представляется в так называемом нормализованном формате, где мантисы представляют собой число от единицы до двух вещественных. То есть вот у нас точка ставится вот здесь, после вот этого знака. Да? Видите? Нет? Вру. А, все еще интереснее. Поскольку наша мантиса представляет собой число, ну, мантиса двоичного вещественного числа, двоичного числа в вещественном представлении. Поскольку наша мантиса представляет собой число от единицы до двух, не включая два, в его двоичном представлении первая цифра всегда какая? Один. Поэтому этот один вообще никуда не кладется. Вот эта единица не написана нигде. Видите, здесь 1, 1, 0 и здесь вот тоже 1, 1, 0. То есть фактически Мантисо в формате Е754 представляет собой все знаки после запятой в нормализованном виде этого числа. То есть в таком виде, в котором у нас Мантисо всегда не больше единицы и меньше. Ну так вот, поскольку в вычислениях очень часто мы пользуемся маленькими и маленькими числами, например, для измерения точности, для таких маленьких-маленьких чисел есть другое так называемое денормализованное представление. Сейчас покажу. Давайте. 0.000024. Ой, а почему здесь... Оно не денормализовано. А, потому что оно на краю там должно быть. Там должно быть очень маленькое значение. О, сейчас. Сейчас попробуем. Я вот, я просто забыл, какой там порядок должен быть. Нет? Нет? Сейчас, секундочку. Ну, короче говоря, вот тут уже мы заезжаем в какой-то совершенно дальний угол. Фу. Нет, все-таки я подберу это число, извините. Хочется. Infinity. Неожиданно. Не умеет. А, это я не тут написал. Секунду. Не хочет. Еще меньше. Не помню я. О. Вот, наконец-то. Вот, смотрите. Прошу прощения за некоторые тормозы. Я просто забыл, какое там число должно быть. Смотрите. Вот мы добились... Значит, то было у нас представление... А, все наоборот. То было нормализовано, это денормализованное, да? Денормализованное. Значит, там, где эта единица отсутствует, оно считается нормализованным. А там, где оно присутствует, денормализованное. Вот у нас денормализованное представление, в котором все цифры, которые лежат в Мантисе, являются значащими. То есть, у нас не записана не единица, а ноль. Почему? Таким образом, мы можем представить в виде плавающего числа число еще в два раза меньше. И там все еще будут какие-то значения. Вот смотрите. Вот я пишу здесь 7. И оно превращается в нормализованное представление. Видите? Единица отбрасывается. 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, тралеваль. Пишу здесь 38-ю степень. И оно превращается уже в денормализованное представление. Отбрасывается не единица, а ноль, которая здесь стоит. Вот. В одном и том же формате, в зависимости от размера числа, используются два разных вида его представления. Вот. Значит, казалось бы, тоже хорошая идея для того, чтобы действительно попытаться не хранить эту единицу лишнюю всегда. На самом деле мы можем таким образом представить число и еще меньше. Да? Вот здесь вот, смотрите. А так бы оно у нас никогда не влезло. Вот. Видите? В денормализованном представлении, когда у нас вот этой значащей единицы вначале нет, мы можем поставить еще гораздо меньшее число, тут уже степень минус 42-я, в отличие от той минус 37-й, которую мы начинали. Потому что у нас теперь значащие вот эти нули в монтисе. А так бы единицы спереди все порчили. Проблема состоит в том, что чем ближе мы приближаемся к нулю таким способом, тем ниже у нас точность представления этого числа вообще. То есть этот, казалось бы, естественный формат представления плавающих чисел в двоечном виде даже гарантированной точности нам не дает, начиная с того момента, как мы представляем его в денормализованном, когда мы используем денормализованное представление. Мало того, на границе между нормализованными и денормализованными числами начинаются страшные расхождения. Я поискал, не нашел, правда, пример, но он есть там по ссылкам, покажу, где. Когда сравнительно невинные вычисления приводят к совершенно удивительному результату. Разность, как бы, неточность может достигать одной тысячной. Или что-то в этом дочь. Значит, помимо всего прочего, помимо всего прочего, мы с вами записываем числа, не в двоичной системе числений, а в десятичной. И в десятичной системе числений мы не всегда готовы... Ну, мы-то записали число в десятичной системе числений с конечным количеством знаков, а оно в двоичном представлении может оказаться периодическим и, соответственно, неточным. Мы совершаем наши выкладки в уме с числами в десятичной системе числений, А компьютер с числением в двоечной системе числений, в которой Монтиса может оказаться периодически. Короче говоря, существует в природе целая комьюнити, которая ярой ненавистью ненавидит стандарт ИЕ-754, до такой степени, что они утверждают, что сошествие на Землю сатаны уже произошло, и они даже знают число зверя. Это число зверя записано в стандарте ИЕ-754. Причем они не то чтобы неправы, но они приводят тут совершенно умопомрачительные примеры. Взрыв ракеты, вот это все. В общем, советую тоже почитать, это развлекательное очень чтение. Идея состоит в том, что очень неудобный стандарт. Другое дело, что даже если бы он был лишен вот этих странных инженерных заскоков, давайте хранить еще больше, или давайте на лету преобразовать одно в другое, все равно мы бы не смогли по-человечески хранить вещественные числа, ну потому что они вещественные, возвращаясь к началу нашего разговора. Вот. Возможно, имеет смысл хранить действительно рациональные числа в виде рациональных дробей в том виде, в котором питоны-то делают в ваших библиотеках. Ну, это мы пропускаем. Да. При вычислении физически осмысленных результатов надо вычислять погрешности, а это значит, что вся вот эта машинно-сымитированная арифметика над моделями вещественных чисел такой вот точности вам только повредит. А вот если вам нужно просто посчитать проценты по доходу, да, то может быть и ничего. Тоже нет, говорят. Вот человек, который считал деньги, что нельзя считать деньги таким способом. Ну окей, если вам нужно сделать домашнее задание, то вполне ничего. Вот. Значит, еще раз, это отдельный сопроцессор. У него своя математика, у нее свои команды. Спасибо, скажите, что эти команды можно класть в ту же самую память, где лежат обычные команды. То есть декозер этих команд будет делать процессор, а дергать он будет сопроцессор, заставлять работать. Вот. У этого сопроцессора есть свои регистры. Вот они. Видите? F0, F1, F2 и так дальше. Их тоже 31 штука. F от слова floating. Вот. Обратите внимание, что они вот так волшебным образом разбиты. Вы можете представлять их как 32 регистра 32-разрядных или как 16 регистров 64-разрядных для хранения чисел двойной точности. Ну потому что одинарная точность, 32 разряда, это, конечно, ну совсем-совсем печаль. Вот. Это даже обычный человек может очень быстро упереться в... Ну да, вот вроде того. Да, 4 надежных знака, понимаете? Вот. Что еще интересного можно про них сказать? Существует конвенция, которая не поддерживается в Марсе, потому что она, ну, в принципе, довольно редкая относительно того, как их используются, эти самые регистры. Ну, например, что мы можем передавать параметры функций через регистр F0, F1, что у нас есть временные, постоянные, возвращающие, возвращаемые значения. Ну, в общем, как... Все примерно то же самое, что с обычными регистрами. Вот. Фишка стоит в том, что, как правило, на этом уровне, на уровне использования сопроцессора, вас уже мало интересуют такие вещи, как конвенции на уровне ассемблера. Скорее всего, у вас будет огромное количество чисел, которые вы передаете, и вы их положите в память. Скорее всего, у вас будет промышленная конвенция, которая вообще все сохраняет. Сейчас мы об этом поговорим. Вот. И вот если вы действительно вознамерились написать какую-то числогрызанную числодробилку на голом ассемблере на МИПСе, тогда, да, вам имеет смысл заморочиться конвенцией, в том числе и по floating point. Вот. Сами инструкции, они отдельные. У них всегда код операции вот такой. Вот. Биты. Ну, тут написано разделение на биты. Значит, оп-код операции – это МИПСовый. МИПСовый. Здесь, собственно, COP – это код операции, что, ну, как бы сложение, вычитание и так дальше. Что делать с нашим вещественным числом. Вот. Три параметра. И полифункт, который является каким-то там модификатором, ну, примерно так же, как помните, в системе команд МИПС у нас тоже вся практическая арифметика, все R инструкции, за небольшим исключением, ну, практически все, у них код операции ноль, а тип инструкции задается полим фунт. Вот. Ну, потому что нам не нужно лазить в память, поэтому нам нужно очень-очень быстро сначала прочитать все регистры, а потом мы будем думать, что с ними взялся. Да, это увеличение длины кода операции для нехтооперации, но не только. Это еще и разделение парсинга основной операции, которая должна происходить с самого начала, чтобы нам понять, что читать. И интерпретации, собственно, самой операции. Сначала очень быстро процессор понимает, что это инструкция сопроцессору, очень быстро понимает, с какими регистрами работать, а дальше уже, пускай, сопроцессор разбирается, собственно, какую функцию он собирается выполнять. Вот. Точно так же, как в процессоре нету команд, которые работают с памятью, за исключением прочитать из памяти и записать в память, точно так же в процессоре нету команд, которые работают с регистрами и одного процессора, и другого, за исключением переслать из одного регистра в другой и обратно. То есть мы можем взять и... А давайте мы сходим, знаете, куда? Мы сходим на нашу лекцию, потому что тут картинка красивше. Тут красивше картинка. Это называется... Математический сопроцесс. Да нет, такая же дурацкая картинка. Ну ладно. Тогда вернемся к нашим баранам. Значит, смотрите. Во всех командах, которые работают с арифметическим сопроцессором, используется буква сочетания C1, К-процессор 1. Почему так? Не знаю. Ну пускай так. Значит, все, что имеет в своем аббриатуре C1, означает... А что тут? А! Это что ли... Давайте посмотрим. Это что ли... Я вот такой штукой пользовался. А это что? Видимо, это просто синонимы. Интересно, как Марс это воспринимает. Так. Ну вот. А вот это что? Не вижу разницы, да? Одно из них настоящая инструкция, а другое псевдоинструкция. Разницы не вижу. Ну окей. Ну так вот. Значит... Да? Не один, да. А C1 конкретно говорит про то, что это сопроцессор номер один. Ну, может быть. А давайте проверим. Вот у нас явная инструкция типа И. Ну, ну, нет, Марс-то понятно не знает. Вопрос в том... Да. Какая у нас инструкция? Я думаю, что для Марса это вообще синоним. Абсолютно. Это синонимы. Вот. Быть может, идея как раз именно в том, что сопроцессоров, в том числе альфметических, может быть больше одного. За это говорит вот что. Скорее всего, они работают медленнее, чем основной процессор. То есть мы можем его загрузить работой один, загрузить работой другой. Что и все это? Процессор работает не так. Да, да. И это тоже. Вот может быть один, может быть два, второй может быть другого. Ну, вообще сопроцессоров может быть много разных, по идее. Может не быть вовсе. Это понятно. Ну окей. В любом случае, в любом случае, с точки зрения, скажем так, с точки зрения архитектуры, вот эта команда более, ближе к истине, потому что мы загружаем слово из, в регистр, сопроцессора. А вот эта команда более аббревиатурная. Проще понять. Load, Single, Precision. Номер аббревиатурная. Да, но, видимо, с тех пор так и не изобрели никакого второго айфметического сопроцессора. Ну, сигнальный, да. Понятно. Ну, может быть, может быть. В любом случае, вот в Марсе они являются синонимами, эти команды. Ну да, действительно, возможно, у вас будет несколько сопроцессоров. LoadWord, StoreWord, он же StoreSinglePrecision. Все это имеется, все это операция работы либо типа E, либо давайте допустим x float, да. либо вот так. Интересно, я могу... А, ну да, вот так. Просто x. Че? Упс. Я не понял юмора. А, да, так, господи. Первый раз такое вижу в Марсе. Не хочет. А, x маленькая. Во! Давайте посмотрим. Значит, вот это была инструкция типа E со всей очевидностью. Ну, хотя не совсем, да. А, я соврал. Это тоже не типа E. Это же не... Это же адрес минус 100. Была плохая картинка. Извините. Здесь написано загрузить в регистр F1 число, находящееся по адресу минус 100. Я, конечно... Вот, вот, вот как надо было. Да? Минус... Ну, а вот интересно, кстати. А что означает вот этот пример? Вот этот. не абсолютный, но он такой, да. Да, но все равно мне не хочет, чтобы так было. Все равно не хочет, чтобы было так. Вот так оно выглядит все одинаково, да. Мы вспоминаем, как это устроено. Мы загружаем старший разряд, и дальше с читаемость процессора загружаем старший разряд, и дальше читаем. Вот, так что без разницы. или, допустим, да. Что? Маленькая буква? Что там у нас? 0x. Где там у нас область данных? Ча. Совсем уже память потерял. Вот. Вот отсюда, да, откуда-нибудь. 1200, ну да, 4. Какое-нибудь вот такое. 1200, 4.0. Вот, пожалуйста. Все как у людей. Так вот, значит, что-то такое. Он его даже скомпилировал, обратите внимание. Ну так вот, что мы еще можем сделать с процессом? Загрузить, значит, непосредственно в память или из памяти. Можно точно так же сделать с двойным словом. При этом надо понимать, что, как полагается в MIPS, если у нас двойное машинное слово, то бишь, оно длиной 8, то этот адрес должен быть красен восьми. А номер регистра должен быть четным, ну, потому что нулевой регистр, дальше первый считается половиной, ну, как бы, половиной вот этой группы из двух, значит, второй, четвертый и так дальше. Вот. Самое интересное и непонятно зачем нужное, это перенос из регистра сопроцессора в регистр общего назначения и обратно. Ну, в стек положить. Потому что, нет, в стек мы можем положить. Вот так положить можем в стек. Короче говоря, дело вот в чем. Если вы берете вещественное число и помещаете его в регистр общего назначения, с этим числом в регистр общего назначения вы не сделаете можете ничего, кроме того, чтобы положить его еще куда-нибудь. Если вы, конечно, не реализуете плавающую арифметику сами. У нас может быть много чего. Тут Михаил подсказывает, что бывают какие-нибудь специальные дополнительные команды, упакованные числа и так далее. Вот. На самом деле есть несколько ситуаций, когда это будет, когда это нужно, например, использовать для быстрого хранения, чтобы не писать в память, а писать в регистр, например. Если у вас суперэффективные вычисления, и вы уже загадили все сплавающие регистры, то вы можете использовать под временное хранение регистр общего назначения. Легко. Есть еще, да, вот, просто подводок какой-то тысяча на разный плавающий число. Да. Может быть, варианты подсказки есть? Поверяно? Да, значит, еще один вариант, правильно. Вот это действительно верно. Когда вам нужно проанализировать в вашем коде содержимое вот этого самого плавающего числа. Его нужно вытащить из плавающего, из ФПУ, это плавающее число, поглядеть туда, посмотреть, где там порядок, чего-нибудь у чего. Все правильно. Вот. Собственно, на самом деле я немножко соврал, потому что есть еще инструкции, это инструкции плавающего, инструкции со процессора 1, которые за вас это делают. Они могут превращать целое в плавающее, а плавающее в целое. Это умеет делать не процессор, понятное дело, процессор ничего про плавающего не знает. Это умеет делать сопроцессор. И вот общая идея стоит в том, что для того, чтобы записать в вашей программе число 5 в сопроцессор, нужно проделать некоторую операцию. Давайте мы проделаем вот здесь. Число 5. Мы сделаем так. Мы для начала загружаем, которое вы вычислили. Ну, допустим, вы написали так, доллар, не знаю, там 4. Дальше добавили к нему единичку. Добавили единичку и полученную пятерку вам нужно записать в виде плавающего числа в сопроцессор. Что вы делаете? Для начала вы складываете прямо отсюда, прямо туда. Так, слева у нас куда? То есть доллар F0, допустим. Справа у нас откуда? Ну, допустим, доллар T0. В этот момент у вас в сопроцессоре в регистре F0 лежит какая-то с точки зрения сопроцессора ерунда. Неравные числу 5 просто ни разу прямо рядом не лежало. Я думаю, что оно даже никакому числу не равно. Или это денормализованное число очень-очень маленькое. Сейчас мы увидим это все. И только после того, как вы скажете конверт, кажется, cvt, cvt.s from word to single точка s точка v вот так. From word to single. Доллар F0, доллар F0. Только в этот момент у вас окажется там число 5 плавающее. Давайте проверим. Что не так? Это не оно. Мы хотим не сохранить регистр, а мы хотим как же оно? Moff. Да, moff.s Вот. Я просто вместо story написал moff. Вместо moff написал story. Вот этого мы хотим. Ой, нет. Сейчас. Извините. mfc. Не понял. А, понятно. Все. Заодно расскажу, что, да. Moff.tool со процессор 1. Да? Вот. Вот теперь, я думаю, все нормально. Ну, нет. Что не так делаю? Расскажите мне. Другой порядок операнов? Да, слушайте, неожиданно. Спасибо. Действительно. Это, конечно, обескураживает, что у нас приемник справа. Ну, видимо, это потому, что, не знаю. Ну, хорошо, ладно, пускай будет. Давайте еще раз посмотрим на этот код вот с этого места, да. Мы взяли четверку, вычислили из нее пятерку. Это дело для того, чтобы нам руками не писать, ну, чтобы показать, что мы руками не можем написать, заположить эту пять сразу туда, да. Дальше перекладываем эту пятерку из регистра Т0 в регистр F0. В регистре F0 в этот момент эта пятерка лежит как целочисленная пятерка и не значит ровным счетом ничего. После чего мы вызываем функцию преобразования, инструкцию преобразования и плавающий процессор, он просто умеет преобразовывать целые числа в вещественные и, по идее, должен сделать это вот здесь. Давайте проверим это. Где там у нас? Четверочка-то наша. Вот. Загружаем четверку в Т0. 4. Увеличиваем ее на единичку, получаем 5. Записываем эту пятерку в F0. Там лежит просто 5, видите? Это просто 5. Тут нету кнопочки показать ее. Ну, хорошо. Попробуем ее скопировать и вставить сюда. Да, можно. Вот он. Видали, что это за число? Как я и предполагал, это денормализованное число, у которого очень-очень маленькое мантисо, все остальные нули, то есть это очень-очень маленькое число. Да, только даже, в общем, как видите, не 5. Потому что, ну, в общем, нет, не 5. Потому что оно в одну, в другую сторону числа. ну, короче. И вот только после выполнения инструкции преобразования, мы ее выполнили. А, стойте, сейчас. Вот, только после выполнения инструкции преобразования здесь получается вот такое число, ну, а это уже число 5. Проверяем. О! Что? Ну, почти видно, что 5, с учетом того, что это нормализованное представление, и, соответственно, а единички впереди этого числа нет. Такая вот хитрость. Вот. Значит, такие дела. Ну, для того, чтобы было еще удобнее, в математическом сопроцессоре предусмотрены всякие инструкции округления в разные стороны. Вот. Вверх, вниз, по серединке. Floor, trunk, round. Транк, это, по-моему, отбрасывание на дробные части. Вот. Floor, это округление вниз, round, это округление по правилам округления. Вот. Вот интересный вопрос. Смотрите. А зачем нам вообще было вводить две разные инструкции? Положить непонятную пятерку в регистр плавающего процессора и отдельно преобразовать эту непонятную пятерку в понятную пятерку? Чем было плохо их объединить? У нас тут слишком мало, чтобы работал коллективный разум, но попробуйте его изобрести, этот коллективный разум. Почему НАТО было изобретать отдельно вот это и отдельно вот это? Точнее, не так. Отдельно, да, да, отдельно вот это вот, вот это, да? Из регистра плавающего в регистр общего назначения обратно из регистра в общий назначение в регистр плавающего. И отдельно конвертацию В обе стороны. Ну, я же говорю, у нас не очень много, чтобы у кого-то возникла такая мысль сразу, кроме тех, кто и так знает. Идея стоит вот в чем. Перекладыванием каких-то данных откуда-то, куда-то занимается какой процесс? Основной. Второй. Знание о том, какова арифметика, приводящая к получению вещественных чисел, это знание, присуще исключительно сопроцессору 1. То есть эти команды, по сути, выполняют разные процессоры. И это делается основным процессором, перекладыванием каких-то данных из одного места в другое. А это делается чисто сопроцессором. Поэтому, если мы это объединим, то, а, у нас получится сложная инструкция, в смысле комплекс, составная. А основное правило в МИПСе – не делать составных инструкций. А во-вторых, по всей видимости, мы можем попробовать это реализовать эффективно. Что когда работает один, параллельно работает другой. Если бы это все было забито в одну инструкцию, у нас бы получился затык по скорости. Потому что мы должны были бы одновременно напрягать два разных... Не одновременно, а последовательно напрягать два разных устройства. Такие вот дела. Что еще может... Что еще умеет арифметический сопроцессор? Ну, он умеет сравнивать. Есть инструкция C. C, L, T, S. Означает сравнить на меньше, чем два числа одиночной точности. Обратите внимание, что так же, как в нашей основном наборе инструкций, сравнивать можно только регистры. Мы не можем ничего делать с памятью. Надо сначала загрузить в регистр, а потом говорить сопроцессор. Один, пожалуйста, сравнивай дворец. В принципе, как я понимаю, команд сравнений есть просто любые. Вот можете написать C.EQ, то есть равно, меньше ли бы равно, и чисто меньше. Если вам нужно сравнить на не равно, или на чисто больше, или на больше ли бы равно, ну, придумайте сами, как это сделать. Обратите внимание, что команды сравнений – это не команды условного перехода. мы сравниваем два регистра. Это был доллар. Да что ж такое? Доллар F2. И сравнивая два регистра, мы никуда не переходим. Помните, я говорил, что у нас было в случае трехадресной архитектуры основного процессора, команды условного перехода атомарные. Сравнили – перешли. Поскольку мы здесь вынуждены напрягать сравнением сопроцессор, а переходами у нас занимается основной процессор, мы не можем сделать атомарную команду по той же самой причине, по которой не бывает атомарной команды положить с конвертацией. Поэтому сравнение у нас отдельно, и внезапно появляются те самые флаги, об отсутствии которых я утверждал на первых лекциях. Вот у нас команда условного перехода атомарная, там нет флагов. А вот команда условного перехода на основании сравнения вещественных чисел оказывается не атомарной. Ну, давайте это все, давайте мы вот даже не так сделаем. Давайте мы создадим новый файл. Введем парочку вещественных чисел. Интересно, каких? Про сравнение на равенство скажу отдельно. Про сравнение на равенство сейчас. Ввод вещественного числа. Read, float, 6. 6, syscall. В каком, я зря закрыл help, в каком регистре все приезжает? В 0, я думаю, приезжает. В 0 оно приезжает. Значит, это... Нет, не вы 0, извините, а... Сейчас. 6. F0, да, вот. F0, contents, float, 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 read. Очень хорошо. Значит, в F0 у нас приехало что-то. Мы хотим два числа, поэтому мы должны сказать mof, точка S. Куда, откуда. Да? Доллар F1, доллар F0. Да? Значит, вводим следующее число. Ну, пускай будет F0. Теперь мы давайте их сравним. C, точка, допустим, EQ. Заодно... Нет, EQ это плохая идея. E, E, E. Доллар F0, доллар F1. И давайте проверим. Только сингл. Вот так. И давайте проверим, что получится. Сохраним это дело. Вот. Что? C-call. Так. Ну, поехали. Вызвали C-call, ввели, допустим, 1, 2, 3, 4. Положили его в F1. Кстати, посмотрим. О, как хорошо видно. 1, 2, 3, 4. Вызвали C-call. 2, 3, 3, 4 тоже. Положили в F2. Очень хорошо. Вот сейчас мы выполним команду сравнений. Посмотрим, что получится. Давайте вернем в шинстеричное представление. О! А я не вижу, чтобы флаги изменились. А, они не изменились, потому что... Да, я понял. Я тормоз. Дубль 2. Так, он успел закончиться. Ну, давайте еще разок. Так, вот мы вызвали, ввели что-то. Вот мы еще раз вызвали, ввели что-то. И вот тут мы должны сравнить. О! Вот мы сравнили на меньшее либо равно, и у нас зажегся флаг номер 0. Видите вот это место? Те самые флаги, которые, например, в том же Intel в виде битовой шкалы хранятся в одном специальном регистре флагов. Вот. В сопроцессоре эти флаги каждый находится в своем месте. И для того, чтобы на них посмотреть, есть отдельные команды. Ну, в частности, команды условного перехода в том числе. Так, во. Для условного перехода существует команда bc1t или bc1f. То есть, бранч if сопроцессор 1 поставил флаг true, вот этот первый. Или false, соответственно, если он не стоит. Ну, вот давайте мы допишем. Итак, bc1 true. Ну, не знаю. Хоп. Ну, что мы там сделаем? Ну, давайте мы выведем число какое-нибудь или какой-нибудь символ. Давайте какой-нибудь символ выведем ради интереса. Вывести символ у нас что там? Принчерктер 11. Ну, допустим, восклицательный знак. Так, только это а0, да? Доллар в 0.11. Сискол. А здесь хоп-хоп. Да не хип-хип, а хоп-хоп. Что, выведем еще один какой-нибудь символ. Ну, чтобы было видно, что он у нас проверился, да, там. Ну, и закончим работу. Вот. Что? Во 0. Во 0. Вот мы ввели 1, 2, 3, 4. Вот мы ввели 3, 4, 4, 5. 2, 3, 4, 5. У нас вывелось оба символа, потому что он не меньше. Кстати, если я не рассказывал, как пользоваться отладчиком, он тут немножко странненький, но рабочий. Вот эти вот кнопочки, это брейкпоинты. Вы можете просто выставить, на чем остановиться. Ну, скажем, вот здесь. Я скажу остановиться вот на этой самой строчке, где у нас идет сравнение. Теперь я запускаю программу, ввожу одно число, ввожу другое число. И тут нас внезапно напишет execution paused, потому что мы остановились на брейкпоинте. И здесь я могу, выполнив эту инструкцию, посмотреть, что у нас с флагом. С флагом у нас нолик тут выставлен. И сейчас у нас будет выполнена командочка bclt. Обратите внимание, что у нее, как у всякой командочки альфметического сопроцессора, код операции здесь вот такой. Вот. И вот она, видите, обскочила, этот самый вывод восклицательного знака. Вместо этого вывела только-только точку. Вот и все. Итак, операция сравнения, поскольку их выполняет арифметический сопроцессор, они отдельны от операции условного перехода. Вот. Что, в общем-то, может нам показаться достаточно неэффективным. Это эффективно в том смысле, что мы все равно задействуем два разных процессора. Один из них будет осуществлять переход, а другой из них будет осуществлять работу с веществами числа. Это неэффективно в том смысле, что, ну, в том смысле, что команда не атомарна. Вот. Для облегчения жизни есть так называемые… Значит, да, главное в чем фишка. Если вы работаете с веществными числами, то вам почти наверняка понадобится дальше на основании вот этого сравнения что-то опять-таки сделать с этими веществными числами. Не только там куда-то перейти, но начать что-нибудь складывать одно или другое. Сравнить с нулем, там, сложить, или там, ну, вот это все. Таким образом возникает необходимость оперировать, выполнять условные операции на основании вот этих самых сравнений. Вот. И поскольку, в отличие от основной системы команд MIPS, где у нас есть, для нас флагов нету, и условными у нас являются только операции перехода, но, правда, есть еще и условная пересылка. Помните такую штуку? Вот. Так вот, условная пересылка в сопроцессоре тоже есть, и это довольно удобный инструмент, который называется MOV-TRU и MOV-FALSE, соответственно. Это довольно удобный инструмент. Мы сравнили два числа, и дальше переслали в какой-то регистр одно из них. Например, сейчас модифицируем эту программу, например, того, чтобы она выводила максимум из двух. Смотрите. Если у нас был меньше, то по TRU мы обскочим, а если у нас он был не меньше, F0 был не меньше, то есть максимум это F0, то мы, значит, напишем что-то типа MOV.S $F1 $F0 и теперь вот к этому моменту у нас будет в F0 всегда максимум. Теперь давайте мы его выведем с помощью соответствующего СИСКОВа. какой-то там вывод. Это будет типа F2. Вывод из F12. Вот видите, какая тут конвенция, что мы в F12 СИСКОВ вызываем, указав почему-то в регистре F12 вывод. Ну, отлично. в принт флот. Так, значит, F12 это значит у нас что? MOV.S $F12 $F1 здесь 6, да? Нет, 6 это вот. 2 СИСКОВ. Это было 2. Вот. Значит, еще раз. Что мы сделали? Мы сравнили, мы ввели, ввели, положили F1, ввели, не стали трогать F0, потому что все и так уже лежит в F0, да? Ввели 2 плавающих числа, сравнили F0 с F1. Если F0 меньше F1, то у нас в F1 лежит максимум. Если F0 больше F1... А, стоп. То мы обскочили, сейчас, сейчас. То мы обскочили вот эту пересылку, а если F0 больше, чем F1, мы переложили F0 в F1, и вот таким образом написали программу поиска максимума. Эта программа работает, я надеюсь. вот он вывел 3445, да? Давайте еще раз проверим. А теперь давайте напишем эту же программу. Работает. А теперь давайте напишем эту же программу, но с помощью условной пересылки. Вместо того, чтобы делать вот это опрыгивание, мы напишем так, MOV... Сейчас, как там? C1 true, да? Нет, MOV true просто, MOV true. MOV true, ну, скажем, $F12, а это уберем. Что там? $F1. А MOV false? $F12. $F0. Две команды условной пересылки, одна из которых работает, ну, практически мгновенно. Потому что они куда не ходят. Что? Что я сделал не так? А, там точка, точка S. Да. Вот. Такая же фигня может быть, как вы могли заметить, такая же фигня может быть устроена и из команд условной пересылки в самом MIPSE, да? Которые MOV T и MOV F. Вот. Только для этого нам в этот true и false должен лежать в отдельном регистре. Помните, есть команды CMP, которые это делают. Ну, а в случае, в случае, в случае регистра с плавающей точки, в смысле, с процессора с плавающей точки, то это вот выглядит вот так. Вот. Результат, я думаю, будет тот же самый. Обратите внимание, что для пущей надежности при выводе чисел с плавающей точки Марс ограничится двумя знаками после запятой. Так на всякий случай. Значит, что-то еще хотел рассказать про это. А, там уже пример. Ну, вот пример мы только что привели. Пример мы только что привели. Тогда давайте резюмировать. Сейчас я посмотрю тут в пример. Ну, пример, кажется, там такой хитрый. Он в лекциях у нас... А, про сравнение на равно. Да, да, да. Мы забыли сказать про сравнение на равно. Ну, значит, смотрите. Сейчас я попробую сказать. Во-первых, в этой статье, про которую я говорил, где она тут у нас? Вот в этой статье есть достаточно, вот здесь вот, есть достаточно большая часть, которая обсуждает так называемые грязные значения, грязные нули, вообще все грязные. А именно, что в какой-то момент вы, в общем, не очень понимаете, какое у вас число перед вами. Ну, известно же, что число там 1 и число 0, 9, 9, 9, 9 в периоде – это одно и то же число, как предел последовательности. Но в представлении вот этих моделей, это абсолютно разные числа. Совсем-совсем. Более того, у вас может быть число в нормализованном и в денормализованном виде представлено, и в виде битов это будет совершенно все по-разному. Более того, все вычисления, которые вы делаете, делаются с определенной точностью. И, скажем, после того, как вы доумножались, там, ну, не знаю, много-много раз умножили, там, не знаю, полтора сам на себя, там, сто раз умножили полтора сам на себя. И получившееся число попытались сравнить с числом полтора в сотой степени, который вы взяли где-то из таблички. Разумеется, у вас получится разный результат. Не похожий друг на друга, потому что полтора, сто умножений – это, в общем, довольно большое нарастание погрешности. Вот. То есть, когда вы работаете с вещественными числами, точнее, с их моделями, ни с чем другим мы работать не можем, вы, вообще говоря, не можете сравнивать результаты на равно. И эта рекомендация относится не только к ассемблеру, а вообще ко всем языкам программирования, именно потому что она для начала относится именно к ассемблеру. У вас два числа могут быть только приближенно равны друг к другу, а приближенного сравнения, естественно, не завезли в наш плавящийся процессор, хотя могли. Ну да, да, да. Какова вероятность того, что случайно взятое вещественное значение будет равно другому случайно взятому вещественному значению? Все наши измерения счетные, поэтому не существует вещественных чисел. Ну да, ну да. Нет. Не существует вещественных измерений. Существует и некоторые счетные измерения с определенной погрешностью. И то, и другое, вообще говоря, числа рациональные. Вот. Проблема состоит в том, что у нас есть всякие числа типа пи, е и прочие константы планки, которые, вообще говоря, иррациональны. Да. А, с планком неизвестно, да. Ну хорошо, корень из двух. Вот. И вот тут я вам гарантирую, что если вы корень из двух помножите сам на себя, два у вас не получится никогда. Абстрактный. Вот. Правильно. Короче говоря, возвращаясь к нашему барану. Да, есть инструкция сравнения двух плавающих чисел на равно. Где она тут была, я не знаю. С. С точка яку. Да, вот. Единственное, что вы можете проверить таким способом, что это то же самое число, с которым никаких операций с тех пор не производилось. Лучше проверяйте на меньше ли б равно, больше ли б равно. Ну вот на такие вещи. Вот. Жалко, нету действительно инструкции приблизительного сравнения. Это было бы очень ценное штуки. Я ее не видел. Хотя, может быть, в каких-нибудь современных мемсах, в современном СПУ она есть. СПУ. Такие дела. Значит, я не буду вас сейчас напрягать, а, да, хе-хе-хе-хе-хе. Есть инструкция BC1T, а есть еще инструкция BCLT. Вот. Кажется. О, кстати, нету. Ну ладно. Ну, короче, просьба не путать LT и 1T вот в тексте они очень похожи и как бы вот используют шрифт, в котором 1 и L отличаются сильно. Потому что вот в этом тексте они похожи ужасно. еще, наверное, надо сказать про бесконечность и значение. Да. Значит, вот в этой статье опять-таки сказано вот что. Что довольно, ну, не то чтобы очень большой, но при таком формате представления есть такие последовательности нулей и единиц, которые вы можете записать в ячейку, которые либо вообще числом не являются совсем, потому что они ну, ничему не равны, их нельзя отинтерпретировать согласно этому стандарту. Либо это актуально-бесконечно-малое или актуально-бесконечно-большое число, которое тоже нужно для того, чтобы как-то сигнализировать, что дальше вычислять смысла нет. Вот. Насчет актуально-бесконечно-малого не помню. Кажется, нет такого. Потому что любое число может быть представлено в денормализованном виде как очень-очень маленькое число. Да, вот. Если мы сейчас сделаем вот так вот и напишем наименьшее из возможных чисел. А, не, не так. Вот так. Секунду. Вот. Вот это наименьшее из возможных чисел, представляющее собой единственную единичку в самом правом бите нашего числа, все равно может быть интерпретировано как довольно маленькое число. Все, меньше не бывает. Вот. Вот насчет больших чисел, да. Большие числа в какой-то момент становятся, ну, слишком большими и являются бесконечностью. Вот. И с ними, в общем, математическая операция уже не работает. и мусо, нан, нота намбер. Н, н, н. Так. Да, значит, не буду сейчас опудрить вам мозги и делать вид, что эту программу напишу прямо при вас. Вот. Читать это все, ну, наверное, не очень интересно, хотя... Ну, давайте потренируемся, просто почитаем глазками то, что тут написано. Давайте в цвете это сделаем. В цвете мне больше нравится. Значит, таки буду вас мучить, но не сильно. Это программа, которая вычисляет, кажется, число пи. Е. Число Е. как предел последовательности. Да. Что у нас там? Что-то на n факториал, я уже забыл. А, да, вот, вот. Сумма единицы на n факториал, да? От нуля до бесконечности. Значит, как такие программы вообще пишутся? Как пишется программа, которая будет считать что-то от нуля до бесконечности? На наше счастье, это последовательность сходящаяся, и соответственно, когда очередное слагаемое окажется слишком маленьким, мы будем считать, что за пределы результата оно уже не выйдет. Это вообще плохая идея, потому что на самом деле нам надо оценить не очередное слагаемое, да, отклонение от результата, насколько мы далеко от этого числа е находимся. Но поскольку, повторяю, последовательность сходящаяся и убывающая, то мы точно знаем, что у нас каждое следующее слагаемое меньше предыдущего, и стало быть, если мы очередное слагаемое, оно у нас меньше, чем та точность, которую мы задали. То есть сходящаяся. И сходящаяся. Ну, да, ну вот именно поэтому. А если он пусирующий, то все, не можем, потому что, а вдруг она там через некоторое время опять, ой, фиолетовая. Вот. Значит, ну и чего, как мы реализуем этот алгоритм? Да, значит, вот у нас в памяти лежит единичка и 10. Зачем нам 10? А, для того, чтобы посчитать, для того, чтобы посчитать епсилон. 10 в степени какой-нибудь. Мы же хотим до десятичной точки посчитать. Ну вот, на этом и 10. Да, значит, обратите внимание на регистр пленнинг. Мы все заталкиваем в регистр и потом только с регистрами работаем. Засунули в регистр двойной, кстати, все двойной точности. Обратите внимание, одинарной точностью, 32-разрядными, плавающей арифметикой рекомендуется не пользоваться вообще никому. Вот. Значит, затолкали в регистр F2 единичку. Она уже с помощью... Эта команда на самом деле преобразовала уже ее в единичку плавающую. А, она и так плавающая. Все, беру свои слова назад. Double. Затолкали ее в регистр F2. Почему не F1? Потому что это команда двойной точности, мы можем работать только вот с этими, с четными регистрами. То есть, с регистрами с четными номерами. Обнулили наша N, в котором мы будем сумму считать. Видите, как мы это сделали? Вышли регистр сам из себя. Такое вполне нормальная ситуация. Чтобы нам не заводить еще плавающий 0 в виде констанции. Здесь мы будем считать факториал. здесь мы будем считать E. Сейчас мы посчитаем эпсилон путем возведения в степени, потом единицы делить на это возведение в степени. Тут мы вводим количество знаков после запятой. Мы его вводим прямо. Видите? Оно у нас сейчас приедет в 0. То есть, эта программа будет считать число E с количеством знаков после запятой, которую мы тут определим. И дальше у нас цикл, который вычисляет 10 в степени только что введенное K. Мы проверяем уменьшаем на единичку, умножаем F0 на 10, вычитаем единичку и припрыгиваем назад. Эта штука вычисляет 10 в степени на 10 в степени. Дальше мы вычисляем единицу на 10 в степени к банальным образом для вот эту единичку, которая у нас где-то тут лежит. В F2 она у нас лежит. На то, что у нас получилось в F0. И дальше, наконец, мы приезжаем к нашему прекрасному ряду, который будет считать наше E. Добавляем единичку, единичку добавляем в N. Добнажаем наш факториал от предыдущего значения на N, получаем N факториал. Делим единицу на N факториал. Добавляем в сумму. Проверяем. Вот это последнее наше слагаемое, которое мы только что вычислили, которое в F0. Единица на N факториал, оно меньше, чем наша точность Y. Если false, не меньше. Прыгаем обратно. Если true, сейчас выведем результат. Вот и вся программа. О чем вздох, Михаил? Совершенно мне кажется, что с точки зрения именно сопроцессора, который работает с вещественными числами, неважно. А мне кажется, что неважно. Точно. Когда мы делим, мы теряем точность. Хорошо бы было это все сделать чисто командой. Так проще. Так понятнее. Я понял возражение, что деление это самое неприятное из операций, которая приводит к понижению точности. Ну, ладно. В общем, мы скомпилировали это дело. Будем пошагово проходить или просто запустим и убедимся, что работает? Нас сколько времени? Не-не-не, нам еще да. Ну, вот смотрите, значит, вот она работает. Пройдите дома пошагово. 2,7,18,28. Как заказывали? 5 знаков. Все остальное ерунда. Давайте скажем 3. 2,7,18. А дальше уже ну и там 2. Боюсь, что 28,18. Все четко. По-моему, тут off-by-one. По-моему, тут на один знак больше. У нас да, но as double, слава богу. И растет он очень-очень быстро. Это же все-таки факториал. 2,7,18, 28,18, 28. Все, хватит. Ну, в общем, все понятно. 28,4. Все еще работает. Ряд хороший, да. Это вам не число пи вычислять. Там ряд очень плохой. У нас будет домашнее задание вычислить число пи. Замыслимое время. Окей. Значит, собственно, я хочу сказать еще одну важную вещь. Важную вещь. Черт, забыл. Ну, хорошо, значит, придется чуть-чуть задержаться, ладно? Буквально минут 7, наверное, я возьму. увлекся я, честными числами. Смотрите, мы возвращаемся к предыдущей лекции темы, а именно к стеку при вызове процедур. Давайте немножко соберемся. это важная тема, она не очень простая, она на самом деле очень простая, просто ее надо осознавать. Помните нашу конвенцию, в которой было написано, что функция может использовать стек, как хочет. Располагать там переменные, например. Давайте попробуем себе вообразить, как будет выглядеть программа, которая мало того, что располагает переменные в стеке. Потом еще к ним обращается. Что, на следующий раз придется перенести. Придется перенести на следующий раз, потому что времени уже нету, а это сложная тема. Хорошо, тогда значит я принимаю решение, мы сегодня кадр пропускаем, разберем его в начале следующей лекции. Вот. Давайте я тогда скажу вот что. Потому что это реально не очень просто. Мы сейчас уже не способны. Давайте я расскажу про промышленную конвенцию на самом деле. Смотрите, какая штука. Итак, у нас оказывается, помимо обычных регистров, есть еще плавающий регистр. регистр плавающий сопроцессор. Интересно мне знать, а когда мы вызываем функцию, мы должны сохранить их тоже где-то или нет? Ну, из расчета, что мы положили что-то в регистр, вызвали какую-то подпрограмму, она вернулась, она портит этот регистр или нет? Если она его портит, то не следует ли нам самим озаботиться сохранением этого регистра где-то в памяти. А если она его не портит, то как сама программа будет обращаться с этим регистром F сколько-то там, если она хочет его использовать, а потом вернуть назад? Короче говоря, требуется какая-то конвенция относительно того, как раскладываются регистры. Я ее приводил в начале где-то тут. Где-то тут я ее приводил. Вот, вот она. Вот регистры 20-22-24-26-28-30 считаются сохраняемыми. Вот. Это первое относительно промышленной конвенции. Второе. Что происходит, когда нам надо передавать много параметров функций. Не два, не три, не четыре. Те конвенции, которые мы сейчас обсуждали, это дело не описывают. Наверное, надо передавать какой-то массив данных где-то, а функции передавать ссылку на него. То есть, смотрите, передаем четыре параметра, они передаются на регистрах А0, А3. Передаем пять параметров, внезапно на регистре А0, передается ссылка на память, а все лежит в памяти. Или это не какое-то место, а скажем, мы передаем эти параметры на стеке. То есть, раньше мы на стеке передавали только ничего, то есть, мы передавали стек, там откладывался стек-поинтер, потом этот стек-поинтер восстанавливался, все было хорошо. А теперь внезапно мы на стеке передаем сразу все вот эти много-много параметры. Непонятно. то есть, если мы сейчас вознамеримся написать конвенцию, рекомендацию для вызова процедуры в общем случае, у нас окажется много разных ситуаций, когда выгоднее использовать регистры, память, стек, класть туда, не класть туда, выполнять какие-то предварительные действия, прежде чем вызвать функцию, так называемую преамбулу. Помните, мы говорили в прошлый раз про пролог и эпилог. Пролог это закатать все регистры, которые мы сохраним на стек вместе с РА, а эпилог это раскатать оттуда обратно в регистры. Возможно, мы хотим ужесточить наше соглашение и сказать, что перед вызовом функции, пожалуйста, там, не знаю, сделайте то-то. Вот. Ну, например, если мы говорим, что мы передаем параметры функции через стек, перед вызовом функции положите все параметры на стек, после вызова функции уберите их оттуда. Это будет происходить не внутри функции. Да, я и говорю, у нас вместо двух, смотрите, давайте я это нарисую и на этом мы быстренько закончим. у нас вместо двух стандартных системных кусков вот смотрите, вот у нас есть программа, идет программа. Значит, здесь у нас идет вызов программы, вызов под программы. Здесь у нас где-то там опять что-то идет программа, лишнюю точку уберем, и где-то у нас наша подпрограмма. У нее в начале идет пролог, это сохранение на стеке всего того, что мы должны сохранить. Сохранение чего там, доллар всяких всяких и доллара, это не доллара, доллара, всяких, и доллара, Дальше какой-то код, опять лишняя точка, и дальше эпилог. Восстановление. И только преслед, вот, тот самый джер. Теперь, предположим, мы договорились о том, что мы нашей подпрограмме параметры передаем через стек, потому что их слишком много. всегда. Всегда. Ну, с точки зрения ассемблера это неудобно. Вот Михаил говорит, что бывают такие конвенции, когда и пролог, и эпилог содержатся в вызывающей программе. С точки зрения ассемблера это неудобно. Михаил, сейчас я про это расскажу, вот я как раз именно для этого я завел разговор про промышленные конвенции. Сейчас я расскажу. Просто я сейчас ввожу понятие преамбула, и вот это последнее слово, я даже не знаю, что. Я термина не придумал. Значит, смотрите. Предположим, мы захотели передать параметры, много параметров в нашей подпрограмме, и, соответственно, мы захотели их затолкать на стек. Это мы этим занимаемся. Это мы кладем на стек эти параметры, потому что подпрограммы не знают, откуда их брать. Поэтому мы говорим там, условно говоря, что мы там, говорим, сначала добавить стек от do $sp $sp минус 4, да, и store word, какой-нибудь регистр, там, не знаю, и некоторое время делаем вот так. Вот это все называется преамбула, потому что эти команды неотменимы от вызова нашей функции. Только не здесь виноват. Не здесь. Вот здесь. Преамбула. Допустим, вот так. Нету тут многоточий. Да? Многоточий здесь нет. Вот так. Что мы сделали? Мы передали ровно один параметр через стек. Мы обязаны этот параметр из стека вынуть. Это должны сделать мы. Кто? стек портит, тот его и восстанавливает. Не дай бог у нас преамбула будет до вызова процедуры, а восстановление ситуации внутри вызова процедуры крыша поедет мгновенно. Поэтому где-то мы говорим от Дио доллар СП доллар СП 4 восстановление стека. Вот. Ну, все-таки я еще одну вещь скажу и на этом закончу. Извините, пожалуйста. Значит, если мы хотим передать два параметра через стек, мы говорим вот так вот. Здесь добавляем два. Допустим. А здесь, разумеется, говорим просто вот так. на самом деле мы могли даже не вот так сказать, а сказать вот так. Сейчас, только не так. Sorry. Здесь вот минус 4, здесь вот минус 8 и вот так. Я прав? Это уже будет операция такая немножко опасная, потому что мы сначала расписали что-то туда, над вершиной стека, а потом только передвинули эту вершину. Можно сделать наоборот. Вот это будет чуть более безопасная операция. Мы сначала подвинем, а потом сделаем вот так. Вот только надо понять, кто из них кто. Здесь, наверное, будет 8, а здесь 4. Вот. Понимаете, да? Мы взяли, подвинули вершину стека, набили ее нужными значениями, вызвали функцию, да? Что? Мы сначала сдвигаем, потом кладем по конвенции. Нет, почему? У нас стек сейчас смотрит на что-то. На какое-то текущное значение. Нет, смотрите, я понял, в чем проблема. Давайте в этот момент додумаем до конца. Итак, мы должны сдвинуть, у нас была какая изначальная? Вот, что было изначально? Изначально было вот так. Сдвинули на 4, положили, сдвинули на 4, положили. В результате у нас стек изменился на 8, на минус 8, что, собственно, я отразил вот здесь. Значит, первое, регистр Т3 лежит на расстоянии минус 4 от исходного стека, регистр Т4 на расстоянии минус 8 от исходного стека. Мне кажется, я нарисовал ровные. Наоборот, да? Вот так. А, да, значит, вот так. А, вы хотите сказать, что тут нужно быть 0 и... все, все, понятно, да. Значит, 4 у нас лежит вот здесь, а вот... Во! Вот это вы хотели сказать. Да, все, спасибо большое. Вы правильно, вы хорошо сделали, что следили. Вот, если бы я их... Вот, именно по этой причине, наверное, предыдущий формат более удобен, потому что мы, по крайней мере, знаем, в каких терминах мы думаем. А тут мы сначала сдвинули стек, потом... Правильно. Правильно. И это нас подводит к, собственно, разговору о кадре, который будет в следующий раз. А пока что, собственно, заканчиваем мы разговором вот каким. Представьте себе теперь, что... А. Вы компилятор с языка программирования. Паскаль, си, ада, неважно. И вам нужно вот все вот эти красивые синтаксические конструкции сишные, паскалевские, адовские, оформить вот согласно этим конверциям. Представьте себе, что у вас там есть еще локальные переменные какие-то, которые тоже размещаются на стеке. Представили, да? Какого размера должна быть преамбула, пролог и эпилог, чтобы любая процедура нормально работала? По всей видимости, там надо делать все. Там надо все регистры сохранять, там надо выделять память для всех локальных переменных, там надо эту память сбрасывать. Представьте себе, что вы очень сильно оптимизирующий компилятор, который считает, сколько локальных переменных было, сколько регистров в функции использовалось, а сколько не использовалось. И всякий раз, в зависимости от того, сколько было, например, регистров S, он сохраняет только их на стеке, а потом только их вспоминает. И всякий раз, в зависимости от того, сколько у вас было, допустим, параметров, он сохраняет только их на стеке, а потом их вспоминает. Получается довольно эффективный код, который ничего лишнего не сохраняет, а сохраняет только нужные регистры, только нужные данные. Но теперь представьте, что вы отлаживаете это. У вас много-много вызовов функций. И у каждой своя собственная преамбула, свой собственный, в пролог свое собственное пилот. Ну, это, конечно, уже из разряда садистских пыток. Ну, да. С влагами минус 3, который еще должен этот код... Понятно. Вот. Так что идея промышленной конвенции состоит в том, чтобы предусмотреть разные случаи, разные, да, использования, ну, скажем, вызова процедур. Один вариант без оптимизации вообще, чтобы у вас было четко написано выделить столько-то памяти, сохранить все регистры, вспомнить все регистры, все хорошо. Размер одинаковый. Другой вариант с оптимизацией, третий вариант с повышенной оптимизацией, четвертый еще там с каким-то переупорядоченным командой, чтобы они еще быстрее работают. Вот. Неудивительно, что такой типичный пример конвенции для, допустим, System5, binary interface, для MIPS, занимает 250 страниц. 250 страниц. Вот. Неудивительно, что для одной и той же системы команд может быть изобретено несколько конвенций, они называются ABI, Application Binary Interface. Несколько вариантов конвенций для разных случаев. Неудивительно, что это довольно страшная штука, которую вручную реализовать практически невозможно, а реализует ее компилятор. Именно поэтому я назвал вот эти соглашения промышленными. Мы в них внутрь смотреть не будем. Если вам интересно, вы можете посмотреть вот документ. Вот такие дела. Тут еще приведены всякие дополнительные штуки. Всякие дополнительные штуки уже связаны с компиляцией. Что там, например, если у вас многофайлов и компиляция, вам нужно знать в каком месте где лежат ваши данные, кого они размеры, ну и так далее. Здесь мы, наверное, уже прекратим наш разговор. В следующий раз мы поговорим о том, как этого ада немножко избежать. И в следующий раз мы будем уже говорить про, видимо, системные вызовы как таковые, как она устроена. Вот пойдем уже за пределы просто системы команд, которые умеют что-то вычислять. Вот такие дела. Вопросы? Или уже все совсем сварились? Да, я понял. Ну хорошо, тогда всем спасибо. В следующий раз мы занимаемся системным, мы досматриваем кадр, мы занимаемся системной вызовой и вообще смотрим, как работать в режиме ядра, как туда попадают вот это все. и так далее. Спасибо.